Летний эфир продолжается, в студии работает Власий Сергеев. Как известно, спорт объединяет миллионы самых разных людей, развивает их духовно, так и физически. Также благодаря спорту люди заводят интересные знакомства. Сегодня мы будем говорить о тех людях, которые нашли в спорте не только победу и славу, но и семейное счастье. С удовольствием представляю наших сегодняшних гостей. У нас сегодня в студии, пожалуй, самая сильная пара нашей республики. У нас в гостях дорогие друзья Евгений Иванов и Марина Федоренко, мастера спорта по масс-рестлингу и пауэрлифтингу. Добрый день, Евгений и Марина. Здравствуйте. Очень рады видеть вас в нашей студии. Ну что ж, расскажите, я думаю, многих интересует телезрителей, как же у вас все начиналось, как ваша история начиналась, где вы встретились и при каких обстоятельствах? Ну, мы встретились, как и многие, наверное, спортсмены на соревнованиях, конкретно пять лет назад, на зимних соревнованиях по жиму лежа. Марина, как помните этот день, какие эмоции, впечатления? Ну, если честно, прям не было такого. Все, люблю, не могу, взрывы. Просто обычно пообщались, такой парень с юмором оказался. И постепенно, постепенно. Ну, как у настоящих спортсменов, все связано со спортом, вплоть до знакомства. Ну, мы знаем то, что Евгений является тренером Марины по всем дисциплинам. Ваши взаимоотношения как сказываются на спорте? Ну, кстати, именно вот как тренер и как пара мы немножко разделяемся, потому что то, что я говорю как тренер, не обсуждается вообще, а просто делается. А именно вот как пара, как люди, мы, конечно, обсуждаем, что-то решаем, где-то спорим. Если в быту я могу покапризничать, то, когда дело доходит до тренировок, тут уже все. Я просто иду и работаю. Ну, то есть четкое разделение есть, да, в этом плане? Ну, да, есть. Марина, как бы вы охарактеризовали Евгения вот как спортсмена и как тренера? Как тренера терпеливый, но при этом требовательный. Много ругается? Нет, немного ругается. Я бы ругала, наверное, больше. А, Евгений, что скажете, в свою очередь, насчет Марины, как своей подопечной? Вот Марина именно, почему, я думаю, добилась вообще успеха в спорте, то, что она работоспособная. Это вообще в последнее время я заметил одно из качеств женщин. Они невероятно работоспособны, они уперты, и они не жалуются. Они идут и работают, и работают, и работают. И, да, вот достигают, через труд именно достигают определенных успехов. Вот соревнования, когда у нас были по силовому экстриму, девушки, все прям за, сказали. Если Евгений будет тренером сборной по силовому экстриму среди женщин, прям все желания. Ну, да, действительно, Евгений зарекомендовал себя уже как тренера, как спортсмена, мы его все давно уже знаем. Ну, если говорить о вашей паре, да, вот какие взаимоотношения внутри дома, вне соревнований, как общаетесь? Вот именно дома мы общаемся очень расслабленно. Вот люди в зале, и люди, вот мы дома, это абсолютно разные люди. То есть, если мы в зале такие целеуструмленные, мы достаточно жестко, коротко разговариваем, ну, почти в приказном, часто в порядке. Так, это, 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 подсрохуй, тут поделай. То дома мы абсолютно расслаблены, болтаемся, смотрим телек, шутим, что-то там читаем, обмениваемся, каким-то информацией, картинками, естественно. Здорово. Свои приколы у нас в интернете друг к другу. Вот, посмотри, это ты видел. Ну, то есть, свое чувство юмора, да? Да, да, да. Ну, Марина, я думаю, это, что вы знаете Евгения лучше всех. Как бы вы его охарактеризовали, вот, ну, как человека? Выделите какие-нибудь качества? Добрый, внимательный очень. Добрый и внимательный? Это прямо, ну, вот, самое-самое. Заботливый. Заботливый. Здорово. А Евгений, про Марину что можете сказать? Ну, я могу сказать, что Марина очень творческая. И, ну, именно как человек интересный. Потому что, если бы что-то нас не объединяло, кроме спорта, ну, мы бы так и остались, там, тренер и подопечный. Но, так как мы встречаемся, именно мне интересно с ней общаться. Поэтому вот так и пошло. Какие-то вот черты характера совпадают, и есть общее мнение на некоторые моменты. Не на все, конечно, но на основные, скажем так. Да, кстати, об этом вот. Получается, вместе тренируетесь, вместе соревнуетесь, постоянно вместе. А вот кроме спорта, вот что в вашей жизни есть? Устаете ли от спорта? Нет, кстати, от спорта мы особо не устаем. Вот я, кстати, часто вот смеюсь над людьми, которые очень сильно там мотивируются, выкладывают какие-то мотивирующие. Спорт – это удовольствие. При чем тут мотивация? Я вот буквально могу там что-то делать, автоматически собираю сумку и иду в спортзал. Мне не надо там, Женя, ты должен. Для меня-то как дышать, как что-то. У меня в планах как бы есть, я просто прихожу и делаю, может, как работаю, но она мне в удовольствие, кстати. Мне спорт всегда доставляет удовольствие, конкретные тренировки в том числе. Вот, кстати, недавно, как раз, Евгений, вы с большим удовольствием вступили в соревнования в третий летний фестиваль силовых видов спорта. И там, как и ожидалось, вы одержали уверенную победу в силовом экстриме. Но на этот раз вам оказали достойное сопротивление, конкуренцию в лице Рустама Аксинафонтова. Если говорить об этих соревнованиях, как оцените свое выступление? Ну, свое выступление я оцениваю хорошо. Все, что я сам запланировал, я сделал. Как бы для меня это на данный момент, по сути, проходка, потому что я готовлюсь к соревнованиям. Самый сильный человек Дальнего Востока, который продает в Владивостоке в сентябре. Так что выступлением я доволен. И еще раз подчеркну, что я очень доволен выступлением именно Аксинафонтова Рустама, который реально оказал вообще невероятную оппозицию. Да, составил. Это приятно, это интересно. Всегда интересно, когда борьба за медаль идет до самого конца. Было очень много испытаний. Вот фермерская прогулка сейчас на ваших телеэкранах. И Евгений, как видим, просто как 100 метров бежит. Хотя там вес какой был одного баллона? В каждой руке 120 килограммов. 120 килограммов. Ну и вот финальное испытание. Одно из финальных испытаний, завершающих перетягивание автобуса. Насколько тяжело было Евгений? Он даже не упал. Да, тяжело, потому что это силовый экстрим. Он и не должен быть легким по умолчанию. Да, тяжело. Но у меня очень большой опыт выступлений. И вот даже тут, например, я часто выигрывал буквально где-то секунду, где-то полсекунды. Это тоже надо уметь раскладывать силы. То есть не надо 100% например на старте выложиться, а разогнать, разогнать и где-то в конце может выложиться. Грамотно распределить. Грамотно распределить силы. Ну Марина Федоренко тоже участвовала на этих соревнованиях. Если не ошибаюсь, бронзовый результат, да? Да, да, да. Марина, как вы думаете, чего вам не хватило для успеха на этом фестивале? Отдыхала я много перед соревнованиями. Тренировок не очень много было. Само собой, вот результат на лицо. Ну и вот в дни зачета там всех телезрителей и просто зрителей вы порадовали своим выступлением, что решились потянуть автобус, хотя женщины в своем соревновании они тянули вот большой внедорожник, да, производства Toyota Tundra. А вот вы сами вот лично вызвались перетащить вот этот вот самый автобус. Как и когда, в какой момент родилась эта идея? Ну когда я увидела, что парни тянут автобус, подхожу к Жене и спрашиваю. Женя, ты как думаешь, я смогу его потянуть? Он говорит, ну теоретически как бы да, должна. Я говорю, может, следующее соревнование мне потянуть? И тут ведущий прибегает, кто хочет. Да что я думаю? А никто не выходит. Да, никто не выходит. Да чего я буду ждать следующее соревнование? А, сейчас попробую. Кстати, в прошлом году для наших телезрителей мы отметим то, что Марина также вне зачета также вызвалась потянуть Хаммер, да? Вот по сравнению, все-таки разница велика между Хаммером и автобусом. Ну как сказать, просто там немножко другое упражнение было, там сидя, а здесь уже есть, конечно, разница, но если честно, прям вот чтобы очень-очень мне трудно было, нет, такого не было. Ну, то есть Марина у нас не боится практически ничего? Ну, нет, я не боюсь. По крайней мере, это упражнение. Да, и у нас есть очень хорошая новость. Сегодня, как мы знаем, вы получили сертификаты, долгожданные сертификаты, которые подтверждают то, что вы вдвоем, Марина и Евгения, являетесь авторами рекорда по становой тяги. Вот давайте продемонстрируем зрителям. Поднимите же. Наши заветные сертификаты. Как это было и насколько это большое событие в жизни вашей семьи? Ну, для меня это важно, потому что это официальный документ, который подтверждает то, что своей возрастной и весовой категорией я являюсь сильнейшим человеком конкретно в этой федерации. То есть это World Rough Powerlifting, World Congress Powerlifting. А когда был выполнен этот результат? Маринин рекорд был основан в прошлом году, а мой еще в пазопрошлом. То есть в 2015 году, а Марина 16. Ну и продолжая тему этого фестиваля, да, получается, очень интересные соревнования прошли. Какие планы в дальнейшем? Мы знаем то, что такой же фестиваль проводится зимой, но только по программе, ну, зимней программы, да? Зимний фестиваль силовых видов спорта. Да, и вот силовой экстрим. Какие перспективы дальнейшего развития вот в нашей республике? Ну вот именно для того, чтобы развить нашу республику, а специфика, ну, к счастью или к сожалению нашей республике, что больших людей достаточно мало, мы ввели весовые категории. На самом деле в силовом экстриме весовых категорий нет, это абсолютное первенство. Но чтобы дать все-таки себя показать людям все-таки среднего размера, которые тоже очень сильные, некоторые как бы достаточно одаренные люди, мы решили ввести весовые категории именно вот, чтобы интерес, чтобы развивать. И, ну, я планирую все-таки немного поработать с инвентарем и немножко все-таки что-то буду новое вводить. Ну, что-то останется, что-то введем новое и все-таки планирую немножко все утяжелять. Чуть-чуть. Надо стремиться все-таки к мировым стандартам. Ну, то есть дальше будет еще интереснее. Да. Ну, мы также знаем то, что, Марина, у вас скоро очень ответственный старт, готовитесь ко второму этапу Кубка мира по масс-рестлингу. Как идет подготовка и с какими амбициями вступите на этот волнительный старт? Ну, амбиции, какие у меня амбиции? Конечно же, я хочу занять первое место. Ну, а подготовка, как обычно, у нас все в рабочем режиме. Все в рабочем режиме. Как-то настраиваете себя специально? Евгений как помогает в этом плане? Нет, пока заранее я об этом не думаю. Я просто делаю свою работу, хорошо тружусь в зале, настраиваться это уже перед самыми соревнованиями. Зачем раньше времени себя? Вот когда Марина улетит на соревнования, Евгений, как будете переживать? Ну, да, я буду переживать, потому что я тоже вкладываюсь в это дело. Мне как бы тоже волнительно это. Ну, мы, да, вот по телефону, через интернет поддерживаем постоянно связь. Она там что-то спрашивает, что-то советует. Я тоже там или успокаиваю, или наоборот подстегиваю. Ну, и жду результатов тут уже. Сижу. Что? Ну, что ж, Евгений, Марина, время нашего первого блока подходит к концу. Большое спасибо, что нашли время и посетили нашу студию. Ну, что ж, мы желаем вам дальнейших успехов на стартах. Евгений, вам, конечно же, продвижения силового экстрима дальнейшего. Ну, и ждем ваших выступлений вместе с Рустамом Синафонтовым. Марина, вам желаем удачи на втором этапе Кубка мира. Ну, и желаем удачи. Ну, а мы с вами, дорогие телезрители, увидимся после короткой рекламы, где поговорим дальше про спорт в семье. Не переключайтесь, дальше будет еще интереснее. С вами вновь летний эфир и власти Сергеев. Сегодня мы говорим о тех людях, чьих семьях глубоко чтят спорт и его традиции. В заключительном блоке нашего сегодняшнего эфира у нас в гостях самая универсальная спортсменка республики, которая у нас когда-либо была в этой студии, многократная чемпионка и призерка республиканских соревнований по легкой атлетике, лыжным гонкам, стрельбе из малокалиберной винтовки и настольному теннису Ольга Калачикова. И ее сын, игрок мини-футбольного клуба «Заря», а также сборной Северо-Восточного федерального университета Иван Калачиков. Ну и их питомец тоже спортсмен Оскар Хэппи Хантер, полностью так будет звучать его кличка, он породы английский кокер-спаньер. Ольга, скажите, как же так получилось, что в вашей семье настолько любят спорт, что даже питомец побеждает на международных выставках? Я считаю, что все закладывается в детстве. У нас родители очень большое внимание уделяли всестороннему развитию. Мы с братьями кроме школы ходили в музыкальную школу, посещали спортивные секции. И вот папа, несмотря на то, что он был занят, он всегда находил время, играл с нами в теннис, в шашки. У нас в детской комнате был напольный большой ковер зеленого света, и он там разметил, вот сделал разметку мелом футбольного поля. У нас вот эти фигурки шахматные, фигурки деревянные шахматные были как футболистами. И мы вот увлеченно бегали, азартно играли в футбол. Потом он купил ракетки, и мы там поставили стол, раздвигали его, и у нас вместо сетки учебники стояли, и мы играли с ним. Ну, сейчас я понимаю, что он, скорее всего, нам поддавался, чтобы вызвать азарт, да? Он тоже очень хорошо играл в теннис. И вот даже в студенческие годы свои он занимался гиревым спортом. И будучи... ну, он, не занимаясь легкой атлетикой, стал чемпионом по легкой атлетике университета. И вот это все как-то заложилось, скорее всего, в нас с детства. И поэтому вот даже мама, да, у нас не спортивный человек, но она всегда морально поддерживает нас. Она была только рада этому. Да, я... да, она, конечно, рада, что дети занимаются спортом, ходят в музыкальную школу. И вот я очень горжусь своей мамой в плане того, что она после тяжелого инсульта, в свои 80 лет, она каждый день делает зарядку. Ага. И это же для нее больших усилий стоит. Ну, то есть любовь к спорту заложили еще в раннем детстве вам, да, ваши родители. Ну, и, конечно же, человек, выросший при таком воспитании, да, конечно же, передает это наследие будущему поколению. Вот у нас в студии Иван Калачиков. Игрок мини-футбольного клуба «Заря», то есть, дорогие телезрители, это уровень профессиональный. Второй по силе чемпионат нашей страны. Ну, и он играет за флагман якутского мини-футбола. Итак, Иван, расскажи, как ты пришел в мир мини-футбола и вообще как начал заниматься? Ну, в школе, в шестом классе на урок физкультуры подошел тренер по футболу Шарапов Евгений Александрович. Он объявил набор о том, что вот идет набор детей там от скольки-то до скольки-то лет. И вот я это как бы, ну, прослушал, как бы этим, ну, не особо интересовался. Потом на следующее утро, вот, одноклассники мне позвонили, сказали, пойдешь с нами. Ну, я подумал и решил, что, ну, неплохо будет время провести с друзьями и согласился. Пошел с ними на тренировку, ну, и мне как бы понравилось. И одноклассникам тоже. И потом постепенно тренировались, тренировались. И вот кто-то один ушел, потом второй ушел. И так я один остался. Позвали и сами ушли. Но в итоге ты остался и дорос до игрока уровня мини-футбольного клуба «Заря» Высшая Лига. Для тех, кто не понимает, Иван, вот, участвует в регулярном первенстве Высшей Лиги, то есть ездит по всей России и играет против сильнейших клубов нашей страны, дивизиона Высшей Лиги. Вот для тебя это, конечно же, очень важный вызов. Недавно ты, ну, почему недавно, до сих пор являешься игроком сборной. Ну, то есть тебя заметили в составе сборной под руководством Сергея Павловича Скрябина. И Олег Марченко, заметив твой талант, пригласил тебя и группу других игроков в мини-футбольный клуб «Заря». Вот в этот день, как это вообще случилось? Позвонил сам лично Олег Марченко или тебе передали? Что ты почувствовал в этот момент? Ну, так-то, в принципе, как «Зарю», он не впервые тогда перестелил. Да, вот, «Заря» 20 раз занимался, а потом как-то… А, в молодежном секторе. Да. И параллельно, получается, за сборную играл. Да. Ну, то есть уверенно шел к этой цели изначально и в итоге добился. Ну, как считаешь, вот, «Заря» в этом сезоне с какими амбициями вступит, какие цели перед собой ставит команда? Ну, сейчас идет сбор, и, да, там, вот, молодых привлекают. И, вот, многие опытные игроки, вот, два года или год назад вот ушли, и вот сейчас только, ну, в основном молодая команда. Обновление. Поэтому, вот, нужно, вот, прогрессировать. Ну, дальше стараться в таком же ритме, чтобы дальше добиваться высот, да? Ольга, вот, когда ваш сын, получается, дебютировал в составе первой команды, это, безусловно, большое достижение, вот, какова гордость была в этот момент? Ну, конечно, я в первую очередь, конечно, благодарна Евгению Александровичу, потому что, когда он занимался, ну, первый тренер по мини-футболу, который привил любовь к этому спорту. Ага. И я ходила на соревнования, видела, как он разговаривает с детьми, как он советует им, да? И вот, когда он где-то год походил в Дю США-2, и потом... Он пригласил свою команду в «Ильбис». И начал школьника вводить во взрослую команду «Ильбис». А играя с сильными игроками, человек растет в мастерстве. И то, что... Я благодарна ему, то, что он сам всегда подвозил обратно, потому что тренировки взрослых заканчивались чуть позже, да? Ага. И он всегда... После тренировки подвозил. Да, подвозил, отправлял. И вот такая забота о своих питомцах. И вот когда, помню, Ваня позвонил ему, да, сказал, вот поступило такое предложение играть за Дю США-4. Вот тогда на тот момент, если я не ошибаюсь, они были основными соперниками. Дю США-2 под руководством Шарапова сильно прибавило. И на тот период фаворитами, мне кажется, были все-таки Дю США-4 с Раздобаром. Мы с ними в республике играли в финале. В финале играли, да? Дю США-2 и Дю США-4. И вот когда он позвонил своему тренеру, который его как бы натаскивал, мне вот реакция именно Евгения Александровича понравилась. То, что сказал Ваня, желаю успехов, добивайся поставленной цели. Другой может сказать, зачем ты должен за нас играть. Но он, видимо, понял, что он там будет расти. Ну, как говорится, тренеру виднее. А сейчас я предлагаю поговорить про вашего замечательного питомца, английский кокер-спанель по кличке Оскар. Мы знаем, что он выступает на международных соревнованиях, выставках, причем успешно. Расскажите про свой питомца. Как вообще все это происходит и как соревнования проходят? Ага. Ну вот у меня спрашивают, вообще выставки это что? Как оценивается, как вы становитесь чемпионами? Что вы делаете для того, чтобы стать чемпионами? Ну тут можно сказать так, это больше все-таки чемпионат по красоте. То есть есть стандарт для каждой породы, да? И собака, наибольшая приближенная к стандарту, она выигрывает. Эксперт смотрит экстерьер собаки, правильность движений, смотрит прикус. Все вкупе, это дает, допустим, возможность выиграть данные соревнования, получить баллы. На сегодняшний день Оскар является чемпионом России, гранд-чемпионом России, чемпионом Азии, чемпионом Казахстана и кандидатом международных чемпионов. И вот, ну, конечно, наше самое большое достижение, скорее всего, вот эти, то, что он становился лучшим представителем породы среди английских кокер-спанелей. Три раза на трех международных выставках. Вот эти маленькие кубки об этом и означают, да? Ну, и здесь выездные кубки у нас с Владивостока, с Хабаровска, где он тоже становился вот лучшим кобелем окраса. И, знаете, вот собака не дает расслабляться, потому что надо утром и вечером выгуливать. Это естественно. А я с ним еще делаю пробежку, и поэтому вынужденно как-то держишь себя в форме. И я всегда смеюсь. То ли я выгуливаю собаку, то ли он выгуливается у меня. Ну, то есть можно смело заявить то, что в нашей студии сейчас сидит самый титулованный представитель своей породы по кличке «Оскар». Один из сильнейших. Ну, конечно, были титулованные его предки, которые были у Станислава Городилова, у Татьяны Пеливан. Есть у Евгении… ой, извините. Отволнение немножко забыла. У него в кровях, как говорится, сильные крови за ним стоят. И вот кроме этого мы стараемся участвовать на соревнованиях по ездовому спорту. Но так как мы не можем там нарты возить и так далее, мы в каникурсе. Каникурс – это собака бежит впереди, и за ним хозяин. Конечно, там чаще выиграют те породы, которые быстро бегают и тянут своих хозяев. Но мы тоже, в принципе, неплохо выступаем и очень радуемся каждым соревнованиям. Он как-то, не знаю, по моему поведению или как-то, как мы собираемся, начинает уже возбуждаться, радоваться. Да, очень радуемся вашим результатам, как Оскара, так и Ване, так и ваших. А мы желаем вам успеха в дальнейших стартах. Надеемся, что соберемся еще в студии по поводу других достижений. Ну что ж, мы благодарны вам за то, что нашли время посетить нашу студию. И мы прощаемся с нашими телезрителями. Будьте здоровы и смотрите летний эфир. Субтитры сделал DimaTorzok